МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Как разъехаться двум машинам на узкой дороге? И самое главное, как подъехать к своему дому через высокий бордюр? Этими вопросами задались жители улицы Металлистов, где сегодня полным ходом идет реконструкция проезжей части. Главе управления культурой Караганды объявили выговор за то, что чиновник обозвал подчиненного бессовестным наглецом. Я согласна, что в данной ситуации нужно соблюдать дисциплину и поведение. Переименовывать или нет? Общественные деятели и ученые высказали свое мнение по поводу присвоения Октябрьскому району Караганды имени Алихана Букиханова. На протяжении нескольких недель по улице Металлистов при Шахтинске демонтируют дорогу. Поставили бордюры, скоро положат асфальт. Казалось, все правильно, улучшается вид города. Вот только жители этой улицы крайне возмущены. А все потому, что новая дорога не обеспечивает подъездные пути к домам. Валентина Воробьева живет здесь не один десяток лет. Говорит, что такого безобразия не было никогда. Сегодня жители частного сектора лишены удобств, не могут подкачать септики, запастись углем, избавиться от бытового мусора. Для всего этого нужна специальная техника. Теперь к домам не проедет ни одна служебная машина. Всему виной бордюрный камень, который ограждает новую дорогу. Жители возмущены тем, что строители не предусмотрели подъездные пути к домам. Они уже обращались к представителям местной власти. Ответ их не устроил. Инициативная группа поехала в Акимат Октябрьского района. Встретили зам Акима Халтонова, по проекту которого делается эта дорога. Человек был недоволен изначально в коридоре, стал разговаривать. Ткнул вообще в график и говорит, у меня есть приемные часы, приходите в приемные часы. Никто вам дорогу эту переделывать не будет, этот проект переделывать не будет. Езжайте в ГАИ. Приехали в ГАИ. В ГАИ люди встретили более доброжелательно. Сказали, что они могут только рекомендовать делать какие-то полосы от ГАИ, чтобы машины не гоняли. Но сам факт того, что эта дорога, она непонятная. Она и не тротуар, и не проезжая часть. Дорога очень узкая для проезжей части. Это видно невооруженным глазом. Не развернется здесь даже легковая машина. Но даже если жителям каким-то образом и удастся подъехать дома на своих машинах, они рискуют заплатить штраф. Жители не понимают, почему дорогу просто-напросто не могут сделать шире. Между тем, им объяснили, все делается так, как было в далеком 87-м году. Это зачем сто раз переделывать? Зачем жить 87-м годом? Он говорит, мы делаем так, как было в 87-м году. На дворе 2016-й год. Вообще, давайте в ногу идти со временем. Хотели бы, чтобы этот вопрос, значит, дошел вообще до Кима области. Халтонов проект этот сделал. Но, извините, он не платит за эту дорогу со своего кармана. Деньги идут бюджетные. Нам что, больше бюджетных денег некуда деть? Сплошной бордюр закрыл проезд и к пятиэтажке. Как будет подъезжать, к примеру, скорая помощь, тоже непонятно. Живут в этом районе в основном инвалиды и пенсионеры. Убрать своими силами все, что перекопано подрядчиками, они не могут. Засыпали мусором. Вчера сказали, ребята вычистили. Они говорят, так получилось, трактор шел, сгребал и все. А вот у соседки, у Вали, у нее вообще снесли грейдером колодец, потому что прямо и получается у нее вот колодец. А теперь я не знаю, где она его будет найти. Если прорвет колодец, здесь такой напор будет, такая будет вода, что этот асфальт сметет вместе с нами. Получается, что мы никому не нужны. Все. С нами никто не посоветовался, просто плюнули на нас, сбросили все. Усложнился и процесс завоза угля. Пенсионерам тяжело будет тащить уголь ведрами. Чтобы вернуть себе элементарные условия, жители будут вынуждены перенести углярники и септики на другую сторону дома. Условия, получается, для жизни у нас половину уберут. Либо нам надо будет переносить все на ту сторону, чтобы могли углярки строить. Нам надо переносить, получается, все на ту сторону. А там проезжая часть. Получается, что даже если с той стороны сделаешь углярку, чтобы высыпали уголь, получается, они высыпят его на дорогу. А это не положено. Но больше всего жители переживают за своих детей. Вот у меня сейчас полный септик. Мне сейчас надо вызвать канализацию. У меня трое маленьких детей. Мне надо стирать. Постоянно моются, все время пачкаются. Естественно, что гуляют, их надо мыть. Как я сейчас это буду делать, если у меня полная канализация? Потому что сейчас, ну, раскурочили дорогу все. Ребенок занимается в ДК молодежных на танцах. Она, ну, в кружке. Она идет домой в 11-м часу, в 10 часов уже. Идти вот по такому неизвестно чему, ни тротуара, ничего. Здесь можно ноги поломать. Она будет, получается, идти по дороге, где тротуар. Даже вот для детей для наших. Просто вот вообще, как бы, почему нет тротуара? У них нет денег. А ломать сначала сделать, потом опять сломать. И потом опять сделать, на это деньги есть в бюджете. По словам компетентных органов, бордюр был установлен до того, как начались ремонтные работы. К слову, выполняются они в рамках программы благоустройства и озеленения населенных пунктов по комплексному благоустройству дворовых территорий. После обращения жителей, дорогу, которая находится в неудовлетворительном состоянии, решили доделать, учитывая мнение жителей. Да, были обращения. В данный момент на данном участке производятся работы к теплотранзитам. Там авария. После завершения работы продолжатся, решили так, что бордюры будем утапливать, чтобы был заезд в эти дворы. Совсем скоро ремонтные работы по улице Металлистов закончатся. Теперь жителям не надо переживать о том, что зиму они останутся без угля. Аннель Шалкарбек, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Руководитель Управления культуры области назвал своего подчиненного бессовестным наглецом и невменяемым. Чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности. Члены Совета по этике объявили ему выговор. Подробности далее. Дисциплинарное дело в отношении руководителя Управления культуры, архивов и документации Ирки Булана Агимбаева рассмотрели на Совете по этике. По информации членов Совета, Агимбаев нарушил норму служебной этики. В частности, чиновник назвал своего подчиненного бессовестным наглецом, а также невменяемым. В ходе служебного расследования факт нарушения служебной этики государственных служащих нашли свое подтверждение. В частности, руководители Управления Агимбаев на совещании с участием сотрудников управления ИКВП Дворец культуры Горняков назвал саммар бессовестным и наглецом, а также невменяемым. Таким образом, действия Агимбаева осматриваются признаки нарушения норм служебной этики. Члены Совета высказались о неправомерности такого поведения со стороны госслужащего. По их мнению, руководитель Управления культуры должен быть самым культурным человеком в области. Он должен подавать пример остальным. Сам виновник обсуждения на заседании не присутствовал, объяснив это занятостью на работе. Первое замечание. Кто за замечание? Два человека. Три человека. За выговор кто тогда? Хорошо. С учетом вашего предложения, Светлова, в принципе, я согласен, да. В принципе, это практика очень хорошая, практика, на самом деле. Да. На то и он первый руководитель, я думаю, что сам первый руководитель должен отчитаться, а не заместитель. Также предметом обсуждения стал Аким трудового сельского округа Сакаровского района Абдикасим Садиков. Его дело рассматривали в связи с обращением прокуратуры, которая выявила, что в веренном Садикову сельском округе имеются нарушения земельного законодательства. По информации членов Совета, крестьяне используют около двух гектаров земли без соответствующих документов. Они выращивают овощи. Таким образом, анонс собранных материалов показал, что в действиях Акима трудового сельского округа Садикова предусматривается нарушение подпунктов 11 и 13 пунктов 5 этического кодекса государственного служащего, выразившихся в некачественном исполнении своих служебных обязанностей, а также в допущении совершения проступков и иных правонарушений, за которые законно предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. Аким на заседании тоже отсутствовал. Однако стало известно, что это уже второй дисциплинарный проступок с его стороны. В августе он привлекался за нецензурную брань в отношении сельчанина. Тогда он получил строгий выговор. Срок еще не истек. В этот раз Акиму указали на неполное служебное соответствие. А.М. Амлина Исламбеку Спан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В прошлом году сведения о своих доходах не опубликовали 17% госслужащих Карагандинской области. Два чиновника были осуждены за коррупционные преступления. Деятельность Акимата по оказанию государственных услуг является неэффективной. Такие результаты и оценки качества работы чиновников озвучил заместитель руководителя аппарата Акима области Авзал Жайлаубаев. Качество работы госслужащих. Этот вопрос стал главным в повестке дня на совещании в областном Акимате. По информации заместитель руководителя аппарата Авзала Жайлаубаева, в работе чиновников есть как плюсы, так и минусы. К плюсам докладчик отнес быстроту оказания государственных услуг и снижение коррупционных рисков. Слабые стороны. Выявлена низкая эффективность принятия дисциплинарных мер в отношении провинившихся сотрудников. Несмотря на снижение количества просрочек, в сравнении с прошлым годом, соответствующие меры были приняты только по каждому пятому факту нарушений. Качество и эффективность мер по популяризации альтернативных способов получения услуг Акимата находится на низком уровне. Эффективность деятельности Акимата по управлению персоналом в 2015 году оценивается как низкая, добавил докладчик. Нет карьерного стимулирования персонала. Повышение по служебной лестнице получили лишь 16,8% работников. В 2015 году уволились 115 госслужащих. 98% уволенных ушли по собственному желанию. За 9 месяцев нынешнего года уволились 188 человек. Замам Акима району посылать что ли? С персоналом работать надо, объяснять, учить надо. На личном примере учить надо. Ненормированный рабочий – тут согласен. Работать над этим надо. Опять же, отсутствие социального пакета. Какой социальный пакет у государственного служащего? Кто-то может мне объяснить? Льготный какой-то, а? Это все при приеме на работу надо показывать. Глава региона остался недоволен услышанным. По его словам, молодежь должна начинать с простых должностей. Обещать никому, заманчивая кресло и зарплату, государство не может. Нурмухаммед Абдебеков посоветовал молодежи уточнять перспективы карьерного роста на госслужбе заведомо до вступления в должность, а не делать выводов постфактум. Ая Мамрина, Улжацгабасов Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Первый заместитель Акима Карагандинской области Сылбек Дюсибаев совершил объезд объектов строительства Караганды. Первым объектом стало место строительства жилых домов в микрорайоне Панель-центр. Строительство трех высотных жилых домов ведется в рамках программы развития регионов. В 2017 году за счет ввода данных объектов будет обеспечено жильем 1128 семей. Общая площадь жилых домов 59 тысяч квадратных метров. Часть жилой площади данных домов будет реализована в рамках новой программы «Свой дом» через Жилстройсбербанк со стоимостью 140 тысяч тенге за один квадратный метр. Программа предусматривает строительство жилья за счет облигационных займов АО «Национальный управляющий холдинг Байтирек» и кредитов АО «Байтирек Девелопмент». Сумма на этот год – порядка 330 миллионов. Сроки окончания работ – это осень 2017 года, ну, наверное, 3-4 парта. Первый заместитель Акима Карагандинской области Аслабек Дусибаев ознакомился с проектом жилого дома номер 4 микрорайона «Панельцентр», строительство которого планируется через АО «Байтирек Девелопмент». Это еще 192 квартиры. В текущем году к этим жилым домам за счет целевых трансферов из Республиканского бюджета и Национального фонда ведется строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Аслабек Дусибаев отметил, что информация о строительстве жилых домов и о сроках ввода в эксплуатацию новых квадратных метров должна быть общедоступна для населения. Следующим объектом посещения стала строящаяся школа на 1200 учащихся в микрорайоне Кендала. По школе все работы завершены, оборудование все закуплено, все смортировано, все строительные и монтажные работы все закончены. Сейчас осталось только благоустройство, подрядчик определен по благоустройству. Работы начаты, уже уложена канализация, ведутся работы по теплу и водоснабжению. Строительство средней школы поможет решить социальные проблемы в сфере образования и создать благоприятные условия для обучения школьников. Общая площадь участка, отведенного по строительству, более трех гектаров. Завершение строительства школы запланировано на декабрь текущего года. Все полностью здесь уже, можно сказать, по новой технологии все. Здесь и часы, и звонки, и свет, все связано полностью с компьютером, компьютеризировано полностью. Это все зависит, как компьютер настроен, получается, звонок прозвенел, согласно часам выставляется, там график определенный, и звонки звенят уже сами. Прозвенели, и свет выключается в коридорах. После того, как на перемену звонок зазвенел, включается свет в коридорах, и уже освещение полностью идет здесь. В ходе рабочей поездки первый заместитель Акима области дал ряд поручений руководству города и подрядных организаций. Лариса Хусейнова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Октябрьский район Караганды планируют назвать в честь лидера Алашурды Алихана Букиханова. О переименовании целого района стало известно во время празднования 150-летия политического деятеля. Новость об аномастической инициативе прозвучала из уст Нурмухамбета Абдебекова. Но не все жители Караганды согласны с этим. Следует отметить, что администрация президента Казахстана дала разрешение на переименование. Наши корреспонденты решили узнать, что думает общественность о нашумевшем переименовании. Алихан Букихан был не только видным общественным и государственным деятелем. Он талантливый ученый и публицист, который всю свою сознательную жизнь посвятил борьбе за свободу казахского народа. Сам Алихан Букиханов похоронен в Москве, а его родители в Актугайском районе. Беседуя с горожанами, мы выяснили, что мнение по переименованию Октябрьского района Караганды разделились. Некоторые даже предлагали свои идеи. Я считаю это уместно и очень целесообразно. И тем более в юбилейный год, в этом году 150-летие национально-освободительного движения «Алаш». А как известно, Алихан Букиханов – это известный государственный общественный деятель, лидер национально-освободительного движения «Алаш» и много сделавший для нашего региона. Аномастика – раздел искознания, который охватывает различные изменения в истории, социальной жизни, идеологической жизни страны. Поэтому присвоение имени Алихана Букиханова в качестве топонима Октябрьского района, переименования названия Октябрьского района, я считаю своевременным. Почему? Потому что Алихан Букиханов – это человек, который был во главе всех тех изменений, которые сейчас происходят в нашей стране. Самое принципиальное в политическом наследии Алихана Букиханова – это идея национально-государственного самоопределения. Он отдал все силы, провозгласив в декабре 1917 года государство «Алаш-Орда». Но в конечном счете Букиханов поплатился за это собственной жизнью. Многие карагандинцы считают, что переименование воздаст благодарность великому человеку, но некоторые утверждают, что это неправильно. Мое мнение о переименовании Октябрьского района в район Алихана Букиханова отрицательное. Резко отрицательное. Сейчас я объясню почему. Дело в том, что, во-первых, Алихан Букиханов заслуживает лучшего места расположения своего имени. Это выдающийся человек. Человек, который мечтал о будущем Казахстана, о таком будущем, которое сегодня мы строим. Поэтому я считаю, что назвать самый отсталый, самый неблагоустроенный район, который образовался в 30-е годы, из маленьких поселений, деревенник, которые были поселками спецкомендатур, где были люди, выснанные из разных частей России, раскулаченные, так сказать, классово несовместимые с этой властью. И назвать этот район, который был большим концлагерем, настоящим концлагерем, там располагалась большая лагерная зона Карлага. Назвать этот район именем Букиханова я считаю совершенно неправильно. Я категорически против. Я считаю, что улицу Ленина надо назвать проспектором имени Алихана Букиханова. Старики будут возмущаться. Мы живем все время, ощущая груз прошлого на наших подошвах. Мы все время живем с головой повернутой назад. Мы идем вперед, а голова вертится назад. Так нельзя жить. Нам надо выбрать. Или мы идем вперед, или мы будем топтаться на месте, оглядываясь на то, что ушло. Также хотелось бы поддержать мнение горожан о переименовании улицы Ленина. Опять-таки на улице имени Букихана, поскольку Букиханов, как я уже говорила, является действительно лидером нации, лидером народа. Традиционно по такому поводу власти проводят общественные слушания, чтобы узнать мнение народа. Однако в данном случае общественные слушания не анонсировались. Будет ли учтено мнение жителей Октябрьского района? Это будет решать аномастическая комиссия. 150 новобранцев Карагандинской республиканской школы Жасулан приняли военную присягу. В нынешнем году впервые проводился конкурсный набор в школу по наряду Министерства обороны из числа абитуриентов с лучшими результатами тестирования и высокими физическими показателями. Стойко переносить все тяготы и лишения военной службы. Эти слова из воинской присяги на себя ощутили кадеты Карагандинской школы Жасулан. Холодный проливной дождь испытывал молодых людей, впервые надевших военную форму. Среди них и новобранец Кималбек Байдулаев. В будущем он видит себя офицером. Эта школа дает тебе дух патриотизма. В этой школе открываются свои новые желания, новые, ну разные такие, ну честь, учишься какие у тебя еще и способы, которые у тебя еще не было в жизни. Самое главное, у тебя открывается дух патриота. У меня цель закончить эту школу, поступить на высшие учреждения. Три года назад школы Жасулан перешли под крылом Министерства обороны. Это позволило существенно улучшить материально-техническую базу, а также интегрировать обучение в школе с программой высших военных учебных заведений республики. Все это в конечном итоге позволило существенно улучшить качество образования в школах Жасулан. Очень большой праздник. Я всех учителей поздравляю с этим величайшим праздником, с Днем Учителя. У нас более 30 преподавателей работают здесь, дают знания нашим Уланам. Также в честь этого праздника, в честь первой клятвы, начальником Национального университета обороны Республики Казахстан генерал-майор Распаев подарил компьютерный класс нашей школе. Это улучшает существенно нашу учебно-материальную базу и окажет влияние на подготовку будущих офицерских кадров. Сегодня в Карагандинской республиканской школе Жасулан обучаются 350 кадетов. По словам руководства учебного заведения, основные задачи – это воспитание уланов в духе казахстанского патриотизма, соблюдение военной дисциплины, глубокое изучение военного дела. Не все уланы станут профессиональными военными, но каждый станет достойным гражданином своей страны, считают педагоги. И последнее на сегодня. Очередная домашняя игра и очередная победа. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» в труднейшей борьбе выиграл у питерского «Динамо» со счетом 2-1. Победитель определился лишь в серии булитов. Очередная домашняя игра и очередное «Динамо», но теперь уже из Санкт-Петербурга. На третьей минуте матча гости открыли счет. С подачи Завьялова шайбу в ворота карагандинцев забросил Артем Могила. 0-1. Поведя в счете, динамовцы на достигнутом не остановились. У гостей получался быстрый выход из своей зоны и острые контратаки. Но в большинстве случаев «Сарарку» выручал опытный голкипер Георгий Гелашвили. После перерыва ситуация на площадке поменялась. Достаточно сказать, что в первые пять минут шайба практически не покидала зону «Динамо». Это привело к взятию ворот. Сергей Твердохлебов мощно бросил низом от синей линии. Счет 1-1. Третий отрезок игры и овертайм остались безголевыми. В серии булитов победа досталась карагандинцам. Вторую шайбу в ворота «Динамо» забросил Олег Ломако. «Лучилась хорошая боевая игра. Первый и третий период выполняли. Ребята, так называемые планы, работали плохо. Второй шайб отошли, этот план приезжали с воротом, дали сопернику, дали инициативу, соперник этим воспользовался, пошли не нужным удалением. Чуть-чуть соперник нас продавил, то есть во втором периоде. Ну, а потом, в принципе, в третьем взяли, такая игра пошла равна, опять до гола, зашло дело до булитов. Ну, ужасно, что мы не смогли переиграть в воротаря. Мне казалось, что мастеровит в булитах, я держал победу, потому что, в моем понимании, говорю, еще раз повторюсь, что булиты – это не лотерея, это завершение игры». Анализ игры провел и наставник карагандинцев. «Ну, я согласен с коллегой, что игра такая боевая, получила, да, робко опять. К сожалению, вторая игра начинаем очень робко. Предупреждаем, постоянно говорим об этом, но, к сожалению, не доходится. Второй период, да, где-то перестроились, пришлось поговорить немножко о развивалке тоже. Да, но в целом соперник, да, не позволял нам в позиционной особенно атаке, да, какие-то там острые моменты. То, что и просили, да, сыграть где-то через броски, через защитников, этого тяжелее не было. Но это, опять же, благодаря сопернику, который сыграл самоотвержденно, много бросков поймали на себя. То есть, ну, то, что хорошо, да, сравняли счет, где-то в третьем периоде был моментик, после ворот могли, и у соперника был опасный момент, ну и победу немножко. Ну, то, что радует, да, соглашусь, коллега, выиграли поблагодарить совершение игры. Таким образом, Сараарка заработала лишь одно очко, что не позволяет ей подняться в турнирной таблице. Карагандинский клуб продолжает серию домашних игр. Следующий матч запланирован на 5 октября. Соперником Сараарки выступит воскресенский химик. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Сау Болгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова